В начале 70-х в США зародился спортивный стиль уличных танцев – брейк-данс. Самый модный танец на всех вечеринках уже совсем скоро стал неотъемлемой частью хип-хоп-культуры. Брейк стал настолько популярным, что распространился по всему миру. В СССР он пришел уже в 80-х. Советским подросткам особенно по вкусу пришли стиль робота и лунная походка, которую они начали повторять за Майклом Джексоном. Сегодня это направление развивается не менее активно. Брейк танцуют уже не только взрослые подростки, он объединяет целые поколения. Накануне в экстрим-парке Урам состоялся первый всероссийский детско-юношеский турнир по брейкингу Teen Spirit. Здесь участники смогли проявить себя в различных номинациях, в том числе сразиться со старшими товарищами в битве поколений. Хотелось бы верить, и я верю в это, что будут интересные батлы, потому что в сборных собраны на самом деле профессиональные танцоры, несмотря даже на их возраст до 10 лет, там очень хороший уровень. Фестиваль объединил участников со всей России. В основном конкурсанты между собой уже знакомы. Они часто пересекаются на соревнованиях. Спортсмены признаются, с нетерпением ждут каждой встречи. На таких мероприятиях они не просто прокачивают свои навыки, но обмениваются последними новостями, делятся своими успехами. Софья Емельянова, к примеру, выступает не только на фестивалях. Она также участвует и в других проектах. К примеру, в 2022 году спортсменка выступила в новых танцах на ТНТ. Рассказывает о своем увлечении Софья достаточно скромно, ведь гораздо больше о ее страсти к брейк-дансу говорит танец. Брейк-данс для меня значит жизнь, наверное. Не наверное, а точно, потому что мне это нравится. Своими историями о начале творческого пути поделились и те, кто в брейке уже давно. К примеру, один из членов судейского состава Альберт Хакимов, более известный под псевдонимом Алик, изначально учился брейку в лучших традициях уличных танцев. Первые тренировки спортсмена проходили во дворе, но это уже было после того, как зародилась его любовь к брейк-дансу. Увидел я это в 2004 году, когда пошел в первый класс, познакомился с одноклассником, у меня не было компьютера, я ходил к нему в гости, у него были клипы всякие, там был клип Бомфанк МС фристайла, наслышали все этот трек, вот, и там был брейк-данс, вот, меня очень заворажил этот танец. Один из наиболее распространенных форматов проведения соревнований – джем. Он подразумевает состязания между участниками круга. При этом фестиваль предполагает борьбу и в разных стилях, они характеризуются способом выполнения элементов. Помимо лектория, где конкурсанты соревнуются в стиле флоу-атак и битве поколений, для фестиваля развернулась и другая площадка, для тех, кто любит более сложные силовые элементы. Такой стиль спортсмены называют пауэр-муф. Он, как правило, включает в себя акробатические элементы, наиболее распространенные различные вращения. Брейк-данс – это история, которая затягивает на долгие годы, причем это не обязательно становится частью профессионального будущего или простым увлечением, скорее даже чем-то большим – философией жизни. Танцоры полностью погружены во все аспекты хип-хоп-культуры. Одной из ее составляющих является и граффити. Во многих студиях помимо тренировок практикуется роспись. Поэтому в рамках Teen Spirit состоялся тег-баттл – состязание в написании слов и фраз. Сейчас это направление актуально как никогда. Можно во всем применять. Можно писать картины и применять в картинах это. Можно даже сделать какие-то оформления студии, какие-то кафе, магазины. Это как увлечение. То есть мы иногда у себя в клубе рисуем, тренируемся. То есть у нас все направления хип-хопа. Эти спортсмены – основа будущего хип-хоп-культуры. Уже сегодня самые юные представители брейк-данс-студии выполняют сложнейшие элементы. С каждым годом желающих изучить брейк становится все больше. И самое ценное, что на фестивалях вроде Teen Spirit упор делается не на состязания, а на творческую составляющую. А это значит, что и новички смогут проникнуться атмосферой и вдохновиться на покорение новых горизонтов. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс.